Итак, сейчас на сцену выйдет наш следующий спикер. Он представляет очень большое сообщество менеджеров NL International в Европе. Да, и невероятно красивую страну. Дамы и господа, вице-президент NL International, президент NL Europe, Сильван Бонне! Сильван Бонне! Сильван Бонне! А, вы понимаете французский уже, да? Все хорошо? Вам действительно хорошо? Я чувствую, у вас много энергии. Это очень хорошая новость. Потому что эта энергия вам понадобится в ближайшие дни, месяцы и годы. Вы знаете, есть два момента, которые беспокоят. С одной стороны, это какой-то провал. А с другой стороны, и успех также беспокоит. И это в том и в другом. Нужно просто с этим жить. Я не знаю о чем вы мечтаете. Я думаю, что все вы мечтаете о нормальной жизни, с доходом, успехом. Но если вы мечтаете, что вы мечтаете о своей жизни, о жизни, в которой вы принимаете решения, в зависимости от ваших желаний и от ваших мечт. И, в любом случае, вы знаете, что на вас будут смотреть. Я знаю, я в курсе того, что происходит сейчас здесь. Я хочу вам сказать лишь одно. Это все совершенно нормально и естественно. Успех, он беспокоит других. Потому что, если я возьму пример Франции, где прямые продажи начались задолго, чем они начались в России, мы прошли через многие эти этапы. Мы прошли через многие этапы. Мы прошли через многие этапы. Да, были моменты, когда компании прямых продаж их просто не воспринимали. Было очень много разных репортажей, передач по телевидению, где полностью отчерняли образ этих компаний. Было очень много критики. Было очень много критики. Было даже у них было права, которые регулировали репортажные акты, которые действительно делали препятствия для таких компаний. Вы знаете, вы знаете, наверняка все знаете эту компанию Amway, которая, где-то 10 лет назад, имела проблемы с британскими властями. Три-четыре года назад, американский конгресс ввел расследование против компании Гербалайф. Вы знаете, мы находимся с вами в такой области, в таком секторе, где на нас всегда все смотрят. Это так, это надо принять. И нужно просто пережить это. И вы знаете, если я вернусь опять же к Франции, И вы знаете, только в последние, может быть, десятилетия, мы стали признаны на государственном уровне во Франции. Я могу сказать, что сегодня эта профессия, она признана на государственном уровне. Но в любом случае, любое начало, любой успех, он требует того, чтобы пройти через все эти трудности. Посмотрите на все эти технологии новые, которые сегодня есть у нас. В любом случае, во многих странах, очень многие были против такси Uber. В многих государствах, во многих странах, пытались сделать всевозможные пошлины, всевозможные ограничения. И Airbnb, в различных странах, было очень много разных проблем. То есть, в любом случае, каждый раз, какая бы ни была система, в какой бы области, если она что-то меняет и несет новое, она всегда встречает препятствия и сопротивления. И это почему, с этого года, в том числе, с моими функциями, это ведущая НЛ Европа, я приглашаю инстанции и аудитории, чтобы двигаться на государственные уровни во вкус. На сегодняшний день компания НЛ является членом Федерации Примых Продаж Франции. Кроме того, я являюсь членом Совета Федерации Примых Продаж Люксембурга. Кроме того, я являюсь членом Административного Совета Французской Федерации Примых Продаж. Я являюсь членом Этической Комиссии, которая включает в себя всего три члена. Это члены Федерации Примых Продаж Франции, Этическая Комиссия. И именно этот Этический Комитет занимается всеми вопросами, все что касается Этического Поведения, различных компаний сетевых прямых продаж. И именно я хочу с вами поделиться теми изменениями и маленькими успехами которые есть у нас, которые возможно в будущем будут у вас на этом уровне, на признании. Потому что когда ваша профессия признана, ваш бизнес признан, то вам открываются многие двери на государственном уровне. Не так давно, это буквально три года назад, три-четыре года назад, у нас был подписан на государственном уровне контракт по созданию ста тысяч рабочих мест в различных компаниях прямых продаж. И за три года как раз таки были созданы эти сто тысяч рабочих мест для разных категории граждан. Кроме того, был подписан контракт с французской армией. Это для тех категорий, которые уже отслужили и которым нужна какое-то рабочее место. Как раз таки наша комиссия, наша федерация, она занялась созданием этих рабочих мест для такой категории лиц. Кроме того, подписан подобный контракт со службой занятости Франции. Это для тех лиц, которые не имеют работы для безработных, чтобы они могли учиться и найти себя в этой профессии. Кроме того, у нас партнерство с Министерством образования, которые признают нас действительно как профессию, которая в кодексе трудовом прописана. И именно в рамках федерации прямых продаж мы проводим обучение для продавцов прямых продаж и которые получают по окончанию этих курсов дипломы. То есть это сертифицированные специалисты. Кроме того, также с Министерством образования у нас разработана программа по работе с различными школами и лицеями, где мы говорим об этой профессии как о состоявшейся, нужной и необходимой. И это выбор для учащихся в колледже в том числе. Кроме того, не так давно со мной связался один человек, который предложил в книгах, в учебниках, которые специально создаются для этих лицеев, упомянуть компанию НЛ как пример вот такой компании прямых продаж. И за 2018 год, то есть за прошлый год, у нас, у нас, о прямых продажах было более 400 позитивных статей в прессе, в журналах и в газетах. Кроме того, в 2018 году вышло более 30 различных теле-репортажей о прямых продажах. Кроме того, первый канал, самый первый канал во Франции, ТФ1, сделал репортаж о нашей компании, о компании НЛ, как раз таки о примере такого рода бизнеса. Я это к тому, что очень многое меняется. И они не везде все одинаково. И я знаю, что здесь тоже все изменится. Потому что это так, это неизбежно. Кроме того, я являюсь членом такой организации, которая называется «Европа-Нова», «Новая Европа». И в рамках этой организации «Новая Европа», я как раз таки являюсь членом совета, который отвечает за питание. И я как раз таки являюсь руководителем рабочей группы внутри этой организации, которая занимается вопросами питания. И в тех докладах, в тех обучениях, которые мы делали, фигурирует также имя компании НЛ с ее предложениями. И мы подготовили доклад, это рабочая группа, который представлен был в Европейском Союзе. И в этом докладе, в том числе, было предложение от компании НЛ Интернешнл с тем предложением, которое есть сегодня по продуктам питания. В прошлом году, у меня случилась встреча с человеком, это Франц Тиммер Манс. Это вице-президент Европейского Союза. Нам удалось вместе поужинать. И я говорил таки о нас, о вас, то, что мы делаем ежедневно, та работа, которую мы выполняем. Я ему сказал, Том, что сейчас есть новые методы, делать. Новая система сотрудничества. С равным распределением доходов, которые доступны всем и каждому. Это новый вид дистрибуции. Очень часто я встречаюсь с генеральным секретарем по международным отношениям Европейского Союза. И много сенатур, депуты, чтобы привлекли их внимание к такой родной деятельности, которой мы занимаемся, и к тем предложениям по продуктам питания, которые имеем мы. И это к тому, что сейчас очень многое меняется. Я также был открыт в двух магазинах, в прошлом году вышла два журнала, на блогах которых была представлена наша компания, Нил и я, dont магазин «Манаджер». Первый журнал, который называется «Манаджер». И все это для того, чтобы говорить о новых тенденциях, о нашей профессии, о том бизнесе, которым мы занимаемся. Я думаю, что, конечно, вам тоже нужно было бы и хотелось бы, чтобы были подобные условия здесь, в России. И я думаю, что это будет, это придет обязательно. Абсолютно точно, что это будет. Но я хочу вам сказать следующее. Вы знаете, что нужно понять, что это не будут какие-то условия экстерии, которые изменят вашей будущей. Я хочу сказать, что внешние обстоятельства, они никак не могут изменить ваше будущее. Неважно, что это позитивные статьи или нет. Это, что происходит в конце концов, что будет сделать. Разница заключается в том, это то, что находится внутри вас, то, в чем вы уверены. Единственная битва, которую вам стоит выиграть, это не битва, не борьба с другими, это борьба ваша внутренняя с самим собой. Если у вас есть сомнения, если у вас есть сомнения, иногда случается, что хочется опустить руки, или даже тогда, когда у вас очень много успеха, вы должны всегда работать с самим собой. Не важно какое отношение к нам, отношение к прессе, политической ситуации, или что-то другое. Потому что мы сами должны показывать своим примером, что мы делаем достойную работу. Мы позволяем людям взять их будущее в свои руки. Мы не просим сейчас помощи у государства, мы не просим помощи у других. Мы достаточно взрослые, чтобы вырасти и идти вперед. Потому что только мы можем принять решение. И я очень сильно желаю, чтобы каждый из вас сидящий в этом зале осознал ту силу, которая есть внутри каждого из вас. Вы у вас такая невероятная сила что вы даже об этом не подозреваете. Я, я вам верю. Вы можете успеть еще больше. Вы сможете успеть, если вы решите и принимаете это решение. Боя успеха! Успехов вам! Спасибо вам большое! Я хочу поделиться с вами видео. Это такое событие, конгресс, день рождения компании НЛ Европа. То есть все французы вам передают огромный привет. Спасибо вам большое! Спасибо вам большое! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok